Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такого замечательного медвежонка с плюшку. Рост его с моей плотностью вязания, с моими ниточками 17 см. Может варьироваться размер в зависимости от толщины пряжи и размера крючка. Может стать как первым другом для новорожденного, так и на последующие как минимум 6-7 лет. В общем подходит для сна такая игрушка, она является очень безопасной. Я вязала ее из акрила, можно вязать из хлопка. Единственное, что если будете использовать акрил, берите не скрипучий, очень нежный. Вот я брала минти, мне очень понравился результат. Конечно оправдал все мои ожидания. Получилось довольно таки симпатично, красиво. Вязала я ее для девочки, поэтому использовала такие розово-серые тона. Если будете вязать для мальчика, конечно же используйте более мужские тона. То есть допустим какой-то голубой, зеленый, синий, желтенький, может какой-то нейтральный. Если же не определили с полом, конечно же нейтральные все цвета берите. Аппликацию я сделала вот такой фетровый цветочек. Можно сделать в принципе любую аппликацию. Звездочку, треугольничек, прямоугольничек, квадратик. То есть можно эту аппликацию связать, можно не делать, можно какую-то бабочку, можно пришить пуговички. В общем здесь конечно же все зависит от вашей фантазии, вашего настроения. Цвета подбираете сами. Пряжу конечно же берите максимально гипоаллергенную, чтобы ребеночку не вызвать аллергию. Особенно если вы не знаете, скажем так, его состояние здоровья. В плане, что бывают дети очень на шерсть чувствительны. Поэтому смотрите, для тех кто берет полушерсть, будьте внимательны и бдительны насчет этого. Желательно возьмите лучше какую-нибудь такую побелопаснее пряжу, типа хлопка, акрила. Получается довольно таки симпатично. Я думаю, что время мое потрачено не зря, точно так же, как и рекомендую вам связать вместе со мной. Присоединяйтесь. Для вязания нам понадобится три цвета пряжи. Два основных, у меня это серый и нежно-розовый, и немного белого для мордочки. Можете взять в принципе любые цвета. Вязать я буду таким очень нежным, не скрипучим акрилом. Это пряжа Ланоса Минти турецкая. Ссылочку я вам обязательно оставлю в описании на эту пряжу, посмотрите более подробно. Крючком буду вязать 1,7. Ножнички нам понадобятся. Декорировать я буду небольшим кусочком белого фетра, из которого буду вырезать фигурки. Наполнитель у меня холофайбер. Это вот такие вот силиконизированные шарики. Также нам понадобится небольшая бусинка для носика. И иголочка для сшивания деталей. Конечно же, нам понадобится ваше хорошее настроение, ваша фантазия. Мы начинаем вязать. Начнем мы с головы. У меня голова розового цвета, поэтому я беру розовый цвет, делаю кольцо амигуруми, обхватываю два пальчика, затем закрепляю. И теперь я набираю в колечко 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаю последнюю петельку на крючке и стягиваю колечко. Стягиваю плотно для того, чтобы не было у нас посерединке дырочки. Теперь я буду прибавления делать, начиная со второго ряда. В каждую петельку провязывать по 2 столбика без накида. И начиная с первой петельки я ввожу крючок, затем захватывая вот эту ниточку краешек, я буду его сразу ввязывать, прятать. И затем уже захватываю рабочую ниточку и провязываю столбик без накида в первую петлю. Затем сюда же провязываю второй столбик без накида. Затем нахожу следующую петлю. Сюда же провязываю 2 столбика без накида. Третью петлю 2 столбика без накида. Четвертую петлю 2 столбика без накида. Пятую. И в последнюю петельку, шестую, я провязываю 2 столбика без накида. То есть последнее шестое прибавление. После провязывания второго ряда у нас уже по кругу 12 столбиков без накида. В третьем ряду я снова буду добавлять 6 столбиков в ряду, равномерно распределив. То есть мы будем чередовать столбик без накида в первую петлю, во вторую провязывать 2 столбика без накида. Итак, чтобы нам было очень легко высчитывать, ну, чтобы мы не считали количество столбиков, а сразу просто провязывали, чередуя столбик прибавления, я вам предлагаю вот эту ниточку. Мы уже ее за... ну, в общем, обвязали. И мы ее просто отрежем. Если вы этого не сделали, закрепите ниточку с изнаночной стороны. И отрежьте ее, чтобы она вам просто не мешала. Мы теперь этот краешек ниточки будем использовать как маркер. То есть отмечать начало каждого последующего ряда. И теперь начинаем с первой петелечки. Провязываем в первую петлю столбик без накида, во вторую делаем прибавление. То есть провязываем 2 столбика без накида. В третью провязываем столбик, в четвертую 2 столбика без накида. Снова чередуем столбик, в следующую петлю 2 столбика. Столбик в следующую и в следующую 2 столбика уже без накида. Столбик, 2 столбика без накида. То есть, как вы видите, с маркером очень просто и не нужно нам высчитывать каждую петелечку. Закончили мы ряд, чередование столбик, 2 столбика. И, как вы видите, у нас прибавлением заканчивается ряд. Каждый последующий ряд у нас также будет заканчиваться прибавлением. В конце ряда у нас добавилось 6 столбиков, значит уже 18 петелек по кругу. Снова ставим отметку в начало ряда. И теперь опять будем делать прибавление, уже чередуя столбик в столбик. Третью петелечку делаем прибавление, 2 столбика без накида в 1 петлю. Итак, начинаем. В первую петлю столбик, во вторую петлю второй столбик. А в третью петлю провязываем 2 столбика без накида в 1 петлю. Первый и сюда же второй столбик. Снова столбик, в следующую петлю столбик, в третью петлю 2 столбика. Столбик, столбик, 2 столбика. столбик столбик два столбика и так мы чередуем уже с отметочкой маркера начала ряда нам очень просто можно не считать уже а просто чередуем столбик столбик прибавочка два столбика без накида в одну петлю столбик столбик прибавочка снова закончился ряд прибавление вот посмотрите у меня перед отметочкой снова прибавление отметочку переносим в начало ряда у нас добавилось к 18 еще 6 столбиков значит уже 24 столбика по кругу сейчас мы с вами будем провязывать пятый ряд чередуя уже три столбика без накида и в четвертую петлю два столбика то есть прибавочка и так начинаем отсчитывать первую петлю первый столбик во вторую петлю второй столбик третью петлю третий столбик а в четвертую прибавление два столбика без накида в одну петлю снова 1 столбик во вторую петлю 2 столбик в третью петлю 3 столбик а в четвертую прибавление два столбика без накида в одну петлю я думаю что здесь уже вам все остается понятным просто чередование делом и уже мы видим что над каждым прибавлением последующего ряда вот идет прибавление предыдущего ряда то есть 6 прибавлений в каждом ряду они равномерно распределены и между прибавлениями мы в каждом последующем ряду добавляем по столбику то есть было у нас прибавление затем столбик прибавления два столбика прибавления а сейчас мы вяжем с вами три столбика прибавления и так нам нужно прорезать три столбика прибавления до конца ряда тем самым мы с вами добавим еще 6 столбиков в а значит уже в конце этого ряда у нас если вы посчитаете должно быть уже 30 столбиков или 30 петелек провязанных по кругу довязали ряд до конца снова окончание у нас ряда сделано прибавление переносим отметку начала ряда в начало уже следующего получается ряда и сейчас снова будем чередовать но уже добавим между прибавлениями еще один столбик то есть чередование будет 4 столбиков прибавления итак начинаем отсчитывать первый столбик следующую петлю второй столбик следующую петлю третий столбик следующую петлю четвертый столбик а в пятую петлю делаем прибавление два столбика без накида провязываем в одну петлю и снова первый столбик второй столбик третий столбик четвертый а в пятую делаем прибавление два столбика без накида провязываем в одну петлю сейчас мы с вами вяжем получается 6 ряд по счету от начала и уже прибавим к нашим 30 по кругу столбика еще 6 то есть получится в конце 6 ряда у нас 36 столбиков без накида провязанных по кругу довязали до конца ряда последняя петелечка у нас это прибавление снова переносим маркер начало ряда и опять будем добавлять 6 столбиков то есть мы между прибавлениями будем снова увеличивать на один столбик то есть провязывать чередование уже пяти столбиков без накида и шестую делать прибавление и так начинаем отсчитывать первый столбик первую петлю во вторую 2 далее в следующую 3 следующую 4 следующую 5 и уже над прибавлением предыдущего ряда вы видите у нас вот она прибавление мы провязываем очередное прибавление в этом ряду два столбика без накида в одну петлю. И снова отсчитываем первый столбик, в следующую петлю второй, в следующую третий, четвертый и пятый. А в шестой делаем прибавление. Провязываем два столбика без накида в одну петлю. Итак, мы снова к 36 предыдущим столбикам добавляем 6 столбиков в этом ряду, то есть 6 прибавлений. Получается в конце этого седьмого ряда должно быть 42 столбика или 42 петельки, провязанных по кругу. Довязали седьмой ряд. Теперь снова переносим отметочку, маркер наш, ниточку на следующий начало ряда. И восьмой ряд мы провяжем последний ряд с прибавлениями, чередуя 6 столбиков без накида при балочке. То есть снова мы между прибавлениями добавляем 1 столбик. И в конце этого ряда вместе с прибавлениями у нас получится уже 42 плюс 6 прибавлений, 48 столбиков без накида по кругу. То есть чередуем 6 столбиков. Начиная с первого отсчитываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. А затем делаем над прибавлением предыдущего ряда прибавление в этом ряду. Седьмой и восьмой получается столбик. Мы провязываем в одну петлю седьмой петельки. Теперь снова отсчитываем. Первая, вторая петелька, провязываем столбик, третья, четвертая, пятая, шестая. И вот оно прибавление наше. Седьмой и восьмой столбик мы провязываем в одну петельку. И так мы чередуем до конца ряда. Добавляем последний ряд прибавлений, последние 6 столбиков в ряду. Довязали до конца ряда. Мы закончили прибавление донышка головы. Теперь смотрите, мы переносим в начало ряда отметочку нашу, вот эту ниточку. И теперь нам нужно провязать с 9 по 15 ряд, то есть 7 рядочков, 48 столбиков без накида. То есть по кругу в каждую петельку провязывать по столбику без каких-либо изменений и прибавлений. Смотрите, можно использовать здесь счетчик для, в общем, отметочки рядов. Можно использовать спички, палочки. В общем, отмечайте ряды. Для тех, кто супер понимает, как посчитать, то есть не просчитывая количество столбиков и рядочков, потом просто может посчитать от последнего прибавления 7 рядочков в высоту. Либо же третий вариант, это, смотрите, если мы умножим 7 рядочков на 48 столбиков, это 336 столбиков без накида, провязанных по кругу по спирали. Можно считать так. То есть, смотрите, я сейчас отметила начало ряда и буду отсчитывать 336 столбиков без накида. Начну отсчитывать с первого столбика в этом ряду, провязывая в каждый столбик просто по столбику без накида. То есть, в каждую петельку по столбику без каких-либо изменений. Итак, начинаем. В первую петлю первый столбик, во вторую петлю второй, далее третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И, смотрите, здесь прибавление, я ничего не делаю, я просто провязываю восьмой и один столбик, далее девятый, десятый, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Снова у нас идет вот прибавление, мы ничего не делаем, мы просто шестнадцатый столбик сюда провязываем, далее семнадцать, восемнадцать, триста тридцать, триста тридцать один, триста тридцать два, триста тридцать три, триста тридцать четыре, триста тридцать пять и триста тридцать шесть. Все, я довязала последний столбик без накида по кругу. И теперь мы с вами будем делать убавление. Мы с вами делали прибавление, прибавляя между прибавлениями по столбику в каждом ряду. А сейчас будем делать убавление между убавлениями, убирать по одному столбику в каждом ряду. То есть смотрите, мы закончили прибавлять на 6 столбиках прибавочка. То сейчас мы переносим маркер в начало ряда и будем чередовать 6 столбиков без накида, а затем делать убавочку. То есть провязываем в первый столбик первый, во второй столбик второй, далее третий, четвертый, пятый и шестой. А затем делаем седьмой и восьмой, провязываем вместе. Есть два способа убавления. Либо вы берете, ныряете в первую петельку, захватываете рабочую нить на крючке, одна петля. Теперь захватываете со второго, точно так же по счету столбика, вот такую вот петельку рабочей ниточки. То есть всего у вас на крючке с рабочей петлей должно быть три петли. И соединяете эти три петли общей вершиной. Это первый вариант убавления. А теперь смотрите, у вас на крючке рабочая ниточка. Затем вы захватываете со следующей петли переднюю стенку, вот она у вас, на крючке две петли. И со следующей петли захватываете переднюю стенку на крючке три петли. И провязываете столбик без накида с этими тремя петлями. И снова отсчитываете один столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый и шестой. А седьмой, восьмой захватываем только передние стеночки и провязываем такой же столбик без накида. Я буду делать вторым способом. Почему? Потому что мне нравится, что более такое убавление менее видно. То есть, смотрите, здесь шли прибавления красивые, ровненькие. Точно такие же будут и убавления красивые, ровненькие. И снова отсчитываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. А седьмой, восьмой захватываем только передние стеночки и провязываем столбик без накида этими двумя петельками. Вы столбик провязываете, смотрите, как захватываете у вас на крючке две петли и делаете общую вершину. А убавление делаете просто, захватывая две передние стеночки. И точно так же захватываете рабочую нить и довязываете столбик без накида. То есть, вот такими столбиками без накида у вас будут делаться убавления только за переднюю стеночку. Итак, я довязала пятый столбик и шестой. Затем захватываю только передние стеночки двух петелек и провязываю столбик без накида. Итак, 1, 2, 3, 4, 5 и 6, а затем захватываю только передние стеночки и провязываю столбик без накида. Я так буду чередовать 6 столбиков без накида убавления до отметки конца ряда. То есть мне осталось еще один последний, шестой раз. Как у нас было 6 этапов прибавления в ряду, так и 6 убавления. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И у нас остается 2 петельки. Мы захватываем только за передние стеночки и провязываем убавления. 7, 8, вместе столбик без накида. Теперь смотрите, мы с вами провязали первый ряд убавления. Было 48 столбиков, значит сейчас по кругу минус 6, это 42 столбика без накида. Переносим отметку начала ряда. И, как я вам уже говорила, с каждым последующим рядом убираем 1 столбик. Значит сейчас будет чередование 5 столбиков без накида убавления. Итак, в первую петельку первый столбик, во вторую, второй, в третью, третий, далее четвертый и далее пятый. А теперь захватываем снова 6, 7 только передние стеночки и провязываем столбик без накида. Первое убавление. Затем 5 столбиков отсчитываем. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Шестой и седьмой столбик провязываем вместе за передние стеночки столбик без накида. Либо классическим способом, каким вы привыкли, можете делать убавления. Там будет более видно, но если вам так понятнее и удобнее. Можете вязать так. И снова отчитываем первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый и пятый. Шестой и седьмой провязываем вместе за передние стеночки столбик без накида. Будем так вязать до конца ряда, чередуя 5 столбиков убавления. Довязали до конца ряда, ряд у нас будет заканчиваться. Теперь как и ряд заканчивался с прибавлениями, прибавлением с шестым, то здесь будет шестое убавление. Переносим отметку в начало ряда. 42 столбика было, мы забрали 6, убавили. Получается, сейчас у нас должно быть по кругу 36 столбиков без накида. Забираем по одному столбику между убавлениями. Значит, сейчас будем чередовать 4 столбика без накида убавления. Итак, начинаем отчитывать первый столбик, следующую петлю, второй столбик, следующую, третий и четвертый. Пятый и шестой провязываем только за передние стеночки вместе столбик без накида. То есть делаем убавление. И снова отмечаем первый столбик, второй столбик, третий и четвертый. Пятый и шестой провязываем вместе за передние стеночки столбик без накида. Итак, делаем убавление, чередуя 4 столбика без накида и убавление. Делаем 4 столбика, убавление. Закончился ряд очередным шестым убавлением. И мы, получается, убавили снова 6 столбиков без накида по кругу. Значит, у нас сейчас по кругу должно быть всего 30 столбиков без накида, либо 30 петелек. Забираем 1 столбик между убавлениями, чередуем уже 3 столбика без накида и делаем убавление. Отсчитываем 1 столбик в следующую петлю, второй столбик и в следующую петлю, третий. А затем 2 полупетли захватываем двух последующих столбиков и делаем убавление. Провязываем столбик без накида. И снова первый столбик, в следующую петлю, второй, в следующую петлю, третий. А четвертый и пятый провязываем за передние стеночки, две вместе, столбик без накида. И вот так вот чередуем 3 столбика без накида убавления до конца ряда. Забрав, снова 6 делал убавлений и забрав 6 столбиков по кругу. Значит, сейчас у нас должно остаться после провязывания, уже получается по счету 19 ряда, 24 столбика без накида. Довязали 19 ряд, переносим отметочку начала ряда снова в новый ряд. И теперь снова забираем между убавлениями столбик. Значит, чередовать будем 2 столбика без накида и делать убавление. Итак, в первую петельку в ряду делаем столбик, в следующую, второй столбик и делаем убавление за 2 передние полупетли. Провязываем столбик без накида. И так будем чередовать 2 столбика без накида, убавление, 2 столбика, убавление до конца ряда. Довязали до конца ряда. У нас получается сейчас довязан 20 ряд и по кругу 18 столбиков или 18 петелек. Теперь немножечко привыкните петельку и вытяньте маркер совсем. Я вам предлагаю сейчас на этом этапе начать наполнение головы, потому что у нас с каждым рядом будет уменьшаться вот этот диаметр кружочка. И будет очень тяжело наполнять. Поэтому сейчас мы берем наполнитель, какой у вас есть у меня, холофайбер, и начинаем придавать форму хорошую голове. То есть выравнивать вот эти вот небольшие уголки и равномерно наполнять по всем сторонам. То есть распределяете по всем сторонам головы. Наполняете не слишком туго, чтобы была прям деревянная голова, но и в то же время, чтобы она была заполнена и такая вот красивая, с красивой такой округленной формой. В общем, наполняем нашу голову и дальше будем делать убавление, закрывая отверстие, получается, на шее. После того, как наполнили голову, подтягиваем петлю обратно на крючок и ставим маркер в начало ряда. Теперь будем чередовать. Убрав один столбик, значит у нас всего получается чередование столбик без накида и сразу идет убавление. Две полупетелечки захватываем и провязываем столбик без накида. То есть столбик без накида, убавление, столбик без накида, убавление. И так будет 6 раз в этом ряду. Так мы убавим снова 6 петель. И по кругу у нас останется 12 столбиков или 12 петелек. Чередуем столбик без накида, убавление. Две передние полупетли, провязываем столбик без накида. Довязали чередование и теперь можем маркер вытащить совсем. Он нам уже не нужен. У нас по кругу 12 столбиков без накида или 12 петелек. Снова при вытягиваем крайнюю петлю и окончательно нам нужно донаполнять вот это отверстие. То есть чтобы уже не было никаких, скажем так, ненаполненных моментов или сторон, у нас будет сейчас полностью закрываться вот это отверстие. То есть уже все. Вы наполнить не сможете, поэтому сейчас донаполняйте. Пораспределяйте хорошо по всем сторонам наполнитель. У меня в принципе уже все наполнено. И мы сейчас будем закрывать вот это отверстие небольшое, которое у нас осталось. Все, донаполняли максимально. У меня получилась упруга наполнена, но в то же время не деревянно набита. И теперь смотрите, у нас по кругу 18 столбиков. Нам нужно сделать подряд 6 убавлений. То есть мы захватываем просто без столбиков, просто сразу захватываем по 2 столбика без накида. И вот так вот за передние стеночки и провязываем столбик. То есть это первое убавление. Снова за 2 передние стеночки провязываем столбик без накида. Это второе убавление. За 2 передние стеночки третье убавление. За 2 передние стеночки четвертое убавление. За две передние стеночки пятое убавление и за две передние стеночки последнее шестое убавление. У нас, смотрите, по кругу осталось всего 6 столбиков без накида, либо 6 петелек. Что мы делаем? Мы сейчас привытаскиваем ниточку, буквально оставляем сантиметров 10 максимум. Нам здесь не нужен большой краешек ниточки. Мы просто отрезаем, вытаскиваем рабочую нить, а этот краешек вставляем в иголочку. Ставили в иголочку ниточку и теперь берем, смотрите, снизу вверх, за переднюю стеночку, как мы делали убавление, так точно сейчас снизу вверх, берем каждую петелечку, нанизываем на нитку. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все, нанизали все оставшиеся петельки. И теперь хорошо-хорошо затягиваем их вот так вот, как бы собираем на ниточку. И теперь смотрите, что я делаю. Я просто ввожу иголку в соседние стеночки и вот так вот затягиваю еще раз хорошо иголочку, точнее ниточку. Смотрите, что у меня получилось. У меня получилось точно так же, как мы начинали с кольцами гуруми, красивое начало, точно так же у нас и законченный красивый конец. То есть сейчас вот это низ, там где шея. Красивенько получилось стянуто. И еще делаем пару стежочков в соседней стеночке, как бы прячем конец, фиксируем ниточку. И можно ее отрезать, то есть вытаскиваем ее с любой стороны. Ниточка нам это не нужна. Мы просто ее отрезаем. И вот что у нас получается. У нас получается вот такая вот замечательная голова. Придаем ей больше форму. То есть вот так вот в разные стороны ее немножечко пожимаете, покомкайте. Получилась красивая голова. Сейчас мы приступаем к туловищу. Туловище я буду делать сереньким цветом. Делаю кольцо амигуруми, как всегда. И теперь закрепляю его в колечко. Я набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Придерживаю последнюю петельку, стягиваю колечком. Стягиваю плотненько, как и голову, чтобы не было никаких отверстий. Теперь нахожу первую петельку, ввожу в нее крючок и ложу вот этот кончик, кладу на первую петельку на крючок. И буду делать прибавления в этом ряду в каждую петлю. То есть провязывать по 2 столбика без накида в каждую петлю. Итак, в первый столбик 2 столбика без накида. Во вторую петлю 2 столбика без накида. или столбик третий 2 столбика без накида, четвертый 2 столбика без накида, пятую петлю или столбик 2 столбика без накида и последнюю шестую петлю 2 столбика без накида. То есть как вам удобно петлю или столбик предыдущего ряда называть, так и называйте. Я буду называть петельку. У нас получается после второго ряда прибавилось 6 столбиков и получилось 12 столбиков без накида уже во втором ряду. В третьем ряду мы будем добавлять снова между прибавлениями по столбику. То есть провязывать чередование, делать 1 столбик, прибавление, 1 столбик, прибавление. И снова я вам предлагаю взять короткий краешек ниточки или вот этот, который мы с вами завязали отрезать. То есть как вам будет удобно, отрезаем либо нейтрального цвета, либо основного цвета, в общем, как считаете нужным. И ставим отметку в начало ряда. То есть вот начало ряда снова ставим, чтобы не считать. Теперь чередуем в первую петлю столбик без накида во вторую петлю прибавления. 2 столбика без накида в 1 петлю. Снова в третью столбик, в четвертую 2 столбика. В пятую столбик, в шестую 2 столбика. В седьмую столбик, в восьмую петлю 2 столбика. В девятую петлю столбик, в десятую 2 столбика. В одиннадцатую столбик, в двенадцатую провязываем 2 столбика. Все, у нас по кругу сделались прибавления, 6 прибавлений в ряду. И получается 12 плюс 6 столбиков, это 18 столбиков. В четвертом ряду отмечаем начало четвертого ряда. Будем чередовать уже 2 столбика прибавления. То есть добавляем 1 столбик между прибавлениями. Итак, в первую петлю столбик, во вторую петлю столбик, а в третью провязываем прибавление. 2 столбика без накида в третью петлю. один столбик и сюда же второй столбик снова столбик следующую петлю столбик далее два столбика то есть прибавление все как мы делали на голове столбик столбик 2 столбика столбик столбик 2 столбика столбик столбик 2 столбика и последний раз столбик столбик 2 столбика прибавление далее смотрите мы прибавили с вами еще 6 столбиков в ряду получается 24 столбика по кругу пятом ряду мы будем чередовать уже три столбика прибавления то есть ставим в отметочку начала ряда и провязываем подряд три столбика без накида по столбику в каждую петлю 1 2 и 3 столбик а в 4 делаем прибавление два столбика без накида в одну петлю 1 столбик и сюда же 2 снова 1 столбик 2 столбик 3 а в 4 провязываем два столбика без накида в одну петлю то есть делаем в этом ряду три столбика без накида в 4 прибавления 3 столбика прибавления довязали до конца ряда добавилось 6 столбика то есть по кругу 30 столбиков без накида в шестом ряду мы с вами будем чередовать уже 4 столбика без накида прибавка Отсчитываем первый столбик, далее второй столбик, третий столбик, четвертый и в пятый делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Снова первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, а в пятый делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, чередуем, прибавляя в этом ряду снова 6 столбиков. И получится в итоге у нас 36 столбиков по кругу. Чередуем 4 столбика, прибавление. Довязали до конца ряда. И теперь у нас по кругу 36 столбиков без накида. Переносим наш маркер, ниточку в начало ряда. Сейчас у нас получается довязали 6 ряд. И сейчас в начале 7 ряда мы находимся. С 7 мы должны провязать 6 рядочков без изменения. То есть с 7 по 12 мы должны провязать 36 столбиков без накида, до которых мы увеличили наш кружочек. То есть провязать высоту. Но я хочу сейчас провязать всего 5 рядочков. А 6 я уже провяжу, то есть 12 по счету ряд от начала. Я провяжу ниточкой другого цвета. Если же вы не будете менять, а просто у вас туловище однотонное, то вам сейчас нужно будет 6 рядочков прорезать. Итак, с 7 по 11 я буду вязать цветом сереньким. А 12 ряд я провяжу уже сменив цвет на розовый. Итак, начинаю отсчитывать. 5 рядочков по 36 петелек. Это получается 180 столбиков без накида. Вот 180 столбиков я сейчас и начинаю провязывать. Каждую петелечку по столбику. Итак, 3, 4, 5, 6, 7. 175, 176, 177, 178, 179. И я не довязываю 180 столбик без накида. А что я делаю? Смотрите, я ныряю 180, захватывая рабочую ниточку. На крючке у меня 2 петельки серого цвета. Я беру ниточку розового цвета и делаю вершину уже розовым цветом. То есть, так я ввожу новый цвет. Я ниточку серенькую не отрезаю. А дальше продолжаю провязывать этот ряд, то есть, 36 столбиков без накида по кругу, ввязывая ниточку краешек розового цвета. То есть, смотрите, я кладу ее на вязание и получается сразу ввязываю, чтобы мне ее потом было не заправлять. Я просто обвязываю этот ряд 36 столбиков без накида уже ниточкой розового цвета. Все, вот розовый у меня ввязан. Посмотрите, мне не нужно ее никуда девать. Я просто продолжаю вязать ниточкой розового цвета до момента, где мы сменили ниточку. Вот я обвязала ниточкой розового цвета. Теперь вытаскиваю маркер. Можно отметить начало ряда, но в принципе, я думаю, что не стоит, так как здесь видим хорошо и четко переход из цвета в цвет. Теперь, смотрите, второй ряд я также провяжу розовой ниточкой. И с этого момента я буду чередовать два ряда розовой ниточкой, два ряда серой ниточкой. Независимо от того, что мы будем делать, прибавление, убавление, провязывать ряды. То есть, постоянно у меня будет сейчас чередование два ряда розовых, два ряда серых. То есть, ряд розовых я провязала, еще один ряд буду вязать уже следующим образом. Смотрите, сейчас у нас 13 ряд. Я буду чередовать 4 столбика без накида и делать через каждые 4 столбика провязанных убавления. То есть, пятый и шестой провязывать вместе за переднюю стеночку, как мы с вами делали голову убавления. Итак, начинаем отсчитывать первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий столбик, в следующую петлю четвертый столбик, а пятый и шестой захватываю за передние стеночки и провязываю столбик без накида. Снова отсчитываем первый столбик, далее второй столбик, третий столбик, четвертый, а пятый и шестой за передние стеночки захватываю и провязываю вместе столбиком без накида. И так буду вязать до конца ряда. То есть до перехода цветов. Один, второй столбик, третий, четвертый. И делать убавление. Пятый, шестой за передние стеночки провязывать столбик без накида. Вот я довязываю до конца ряда. У меня остались две петелечки сделать убавление. Что я делаю? Смотрите, я захватываю две петелечки передней стеночки. И получается, смотрите, нам нужно сейчас фактически поменять цвет на серый. Это для тех, кто меняет. Для тех, кто вяжет однотонно, то хорошо. Захватываем за две вот эти передние стеночки рабочую ниточку. Продеваем на крючке у нас две петли. А довязываем уже ниточкой серого цвета. То есть столбик мы довязываем ниточкой уже другого цвета. Так мы меняем на другой цвет. Смотрите, мы в этом ряду убавили 6 столбиков. Поэтому у нас было 36 минус 6. 30 столбиков по кругу у нас должно быть. Сейчас у нас 14, начало 14 ряда. Нам нужно 3 ряда провязать 30 столбиков. То есть без изменения по кругу. Если мы будем считать 3 ряда по 30 столбиков, это 90 столбиков нам нужно провязать по спирали. Но учтите, что 2 ряда сейчас мы вяжем просто серым цветом. То есть столбики все мы вяжем серым цветом 2 ряда. И через 2 ряда 3 ряд нам нужно будет провязать уже ниточкой розового цвета. То есть без изменения, но ниточкой уже сменной на розовый. Ну или какой там у вас. Это если вы вяжете полосочками. Если же вы вяжете 1 тонн, то продолжаете просто все вязать одним цветом. То есть вам сейчас нужно 90 столбиков провязать одним цветом. Либо тех, кто вяжет со мной вместе полосочками, то нам нужно провязать 60 столбиков серым цветом. И 30 столбиков провязать уже ниточкой розового цвета. Итак, провязываем. Уже четко видно нам рядочки. Мы можем не отмечать уже. Здесь переход виден хорошо. И мы вот сменили ниточку на серую. Итак, 2 ряда серым, 1 ряд розовым. Я довязываю последний столбик второго серого ряда. Но смотрите, захватываю рабочую ниточкой серого цвета рабочую ниточку. А довязываю столбик последний уже ниточкой розового цвета. То есть я так меняю ниточку. И дальше продолжаю вязать уже розовым цветом. То есть вот так вот менее заметно мы меняем цвет на новый. Довязали 3 ряда просто столбиками. А теперь у нас начало 17 ряда мы снова сделаем убавление. Уже убрав между убавлениями 1 столбик, то есть чередовать будем 3 столбика без накида убавления. И после убавления 6 раз у нас получится по кругу 24 столбика без накида. Итак, начинаем отчитывать. Вот она смена ниточки. Начало ряда. 1 столбик, в следующую петлю 2 столбик, в следующую петлю 3 столбик. А 4 и 5 мы захватываем лишь за передние стеночки и провязываем вместе столбик без накида. Снова чередуем 3 столбика убавления, 3 столбика убавления. 1, 2, 3. За 2 передние стеночки 4 и 5 полупетлю захватываем и вяжем столбик без накида. И так делаем убавление до конца ряда 6 раз. Довязываем до конца ряда. У нас осталось 2 петельки или 2 столбика. Захватываем за передние стеночки, продеваем рабочую ниточку на крючке 2 петли. Но, как вы помните, уже через 2 ряда нам нужно сменить цвет. Поэтому мы делаем вершинку 2 последних петелек. Столбик без накида довязываем уже ниточкой другого цвета. Теперь смотрите, у нас сейчас провязан был 17 ряд с убавлениями. С 18 по 21, то есть 4 ряда, нам нужно провязать просто эти 24 столбика по кругу без каких-либо изменений. То есть, смотрите, нам сейчас 2 ряда нужно будет провязать серым цветом по кругу без изменения, то есть каждую петелечку по столбику, а затем через 2 ряда сменить цвет на розовый. Как вы помните, последнюю петелечку делаем вершину уже другого цвета, то есть на которой собираетесь менять. Итак, провязываем 4 ряда, 2 из них серых, 2 из них розовых. И затем продолжим наше вязание. Провязали 4 ряда по 24 столбика без накида. И теперь в начале 22 ряда нам нужно тоже начать делать убавления в этом ряду. То есть, смотрите, мы с вами сделали убавления до 24. Сейчас мы сделаем снова 6 убавлений, то есть убавим в этом ряду до 18 столбиков. Чередуя 2 столбика без накида убавления, 2 столбика без накида убавления. Я уже вяжу серым цветом, то есть я сменила ниточку в этом ряду. Итак, начинаем отсчитывать 1, 2 столбик, а затем 3, 4 за передние стеночки провязываем столбик без накида за 2 полупетли. И снова чередуем. 1, 2 столбик убавления, 1, 2 столбик убавления. 1, 2, 3, 4 вяжем вместе за передние стеночки столбик без накида. Итак, чередуем до конца ряда. Сделали убавление до конца ряда, у нас по кругу 18 столбиков. Теперь смотрите, с 23 по 25 ряд, 3 ряда, нам нужно провязать по кругу 18 столбиков. Но я сейчас еще провяжу 1 ряд серым цветом, то есть 1 ряд 18 столбиков или 18 петелек по столбику без накида в каждую петлю. А затем на 24-25 я сменю цвет ниточки на розовый. То есть точно так же провяжу последний столбик, общую вершинку уже розовым цветом и довяжу 2 последних ряда розовой ниточкой. Все, довязали 25 ряд в высоту и сменив на розовую ниточку, я серенькую уже запрятала с внутренней стороны. Поэтому делаем соединительный столбик розовой ниточкой и вытаскиваем, оставляем ниточку где-то сантиметров 20. Тогда отрезаем и оставляем эту ниточку для пришивания. То есть у меня голова розовая, вязание закончилось розовой ниточкой, поэтому все супер. У меня совпадение цвета идет и, скажем так, мне это нравится. То есть смотрите, голова розовая, туловище розовое будет сшивать красиво цвет в цвет. Теперь, что я вам предлагаю, вытащить во внутреннюю сторону вот этот краешек ниточки, как бы замкнуть в круг наше вязание. Вот он, аккуратненький шел переход цвета, то есть, как вы видите, небольшое смещение, но при этом очень красивое. Это смещение можно там, где ручка у вас будет, то есть повернуть вот такой ровной стороной, чтобы была спинка и ровной перед. А там, где ручка, будет вот такое небольшое смещение. Можно это сделать вперед, пришив какие-то пуговички, можно наоборот, назад. То есть, в принципе, задняя сторона тоже получится довольно-таки красиво и аккуратно. Что нам нужно? Нам нужно это туловище наполнить, поэтому берем снова наполнитель и хорошо наполняем. Туловище нам нужно наполнить немного плотненько. Почему? Потому что, особенно в районе шеи, нам нужно, чтобы голова не болталась, а пришилась плотненько и красиво. Поэтому наполняем туловище равномерно, хорошо и в районе шейки, даже, я бы сказала, плотненько, чтобы голова не болталась при том, как будет пришита. У меня очень часто задают вопрос, почему у меня болтается голова при пришивании кота, либо каких-то игрушек. Вот я вам отвечаю на этот вопрос. Если вы не плотно набили шею, то, соответственно, как бы вы не старались пришить, будет все равно болтаться голова. Поэтому наполняем красивенько равномерно, в том числе и шею. Туловище готово и мы приступаем к ручкам. Ручки я буду вязать розовенькой ниточкой, поэтому делаю розовой ниточкой кольцо амигуруми, закрепляю колечко и в него набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаю петельку, стягиваю наше колечко плотненько. И теперь нам нужно сделать каждую петельку по прибавочке, то есть провязывать 2 столбика в одну петлю. Я сразу буду завязывать вот этот краешек ниточки, чтобы потом его не прятать, этот кончик. И начиная в первую петельку 2 столбика провязываем, во вторую петельку провязываем 2 столбика, в третью петельку провязываем 2 столбика, в четвертую петельку провязываем 2 столбика, в пятую петельку провязываем 2 столбика и в последнюю шестую петельку 2 столбика. Теперь у нас по кругу 12 столбиков провязанных без накида. Что мы делаем? Мы вот этот краешек ниточки, который спрятали, просто вытаскиваем наружу. Это будет отметочка начала ряда. Хотите, можете ее отрезать. Но я этого делать не буду, в принципе, я ее отрежу позже. Итак, поставили маркер начала ряда. И теперь с 3 по 6 ряд, то есть с 4 ряда, нам нужно провязать по кругу эти 12 столбиков. Если мы 4 умножим на 12, то получается 48 столбиков по спирали нам нужно провязать. Хотите, можете отсчитывать 4 ряда, а хотите 48 столбиков. Я буду 48 столбиков. Итак, в первую петлю первую, во вторую петлю второй. Далее третий. Четвертый. Пятый. У нас будет немножечко закругляться, но все так и должно быть. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Сорок один. Сорок два. Сорок три. Сорок четыре. Сорок пять. Сорок шесть. Сорок семь. И последний. Сорок восьмой столбик. Провязали 4 ряда. А теперь в седьмом ряду нам нужно сделать первое убавление. Убавлять мы будем лишь в начале ряда. Смотрите, мы берем первую, вторую полупетлю и провязываем столбик без накида. До конца ряда у нас осталось 10 столбиков. Так и довяжем их. Десять столбиков. Один столбик. В следующую петлю второй. В следующую третий. Далее четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И десятый. По кругу у нас убавился один столбик, поэтому уже 11 столбиков. В восьмом ряду мы снова убавим в начале ряда. Берем первую, вторую полупетлю и провязываем столбик без накида. Оставшиеся до конца 9 столбиков мы так и провяжем в каждую петлю по столбику. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Мы убавили снова одну петельку или один столбик, поэтому по кругу у нас 10 столбиков без накида. Теперь с 9 по 12 ряд снова 4 ряда нам нужно по 10 столбиков провязать по кругу. То есть получается, если мы 4 ряда умножим на 10 столбиков, 40 столбиков без накида нам нужно провязать по спирали. Я так и буду отсчитывать первый столбик, в следующую петлю второй столбик, далее третий, четыре, пять. Шесть, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять и сорок. Все, мы провязали 4 ряда по 10 столбиков без накида. И что у нас получается? Смотрите, нам нужно сейчас вот этот низ ручки немножко наполнить, поэтому привытягиваем петельку. И немножко, немножко я буду себе помогать ножничками. Вы можете взять, в принципе, любой предмет, который вам поможет, так скажем, наполнить. Но это нужно делать не сильно. Ну, то есть, смотрите, вы будете наполнять только как бы низ ручки. Не нужно его сильно набивать, а просто придайте форму вот этому началу объемному. Потому что потом у нас будет ручка уменьшаться. То есть, как и человеческая ручка, кисть шире, чем сама рука. Вот точно так же и здесь. То есть, вам нужно наполнить немножко, буквально вот эту вот часть. А затем будем делать уменьшение. Я немного наполнила и теперь продолжаем делать убавления. Тринадцатый ряд. Мы убавляем снова начальные две полупетли. Захватываем, провязываем столбик без накида. До конца ряда у нас восемь столбиков, поэтому мы так и довяжем. Восемь столбиков каждую петлю по столбику. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. По кругу у нас с убавлением девять столбиков без накида, поэтому четырнадцатый ряд мы так и провяжем в каждую петельку по столбику. Девять столбиков. Начинаем первый, в следующую петлю второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Довязали до конца столбики без накида и снова делаем убавление. Убавление делаем опять в начале ряда, две полупетелечки. Провязываем столбик без накида. До конца ряда у нас остается семь столбиков, поэтому мы так и провяжем семь столбиков без накида. Один, следующую петельку, второй столбик, далее третий столбик, четвертый, пятый, шестой и седьмой. По кругу у нас восемь столбиков всего. Делаем снова убавление. В начале ряда две передние полупетли, а до конца ряда у нас остается всего шесть столбиков. То есть сделали убавление, шесть столбиков довязываем до конца ряда. Один столбик, следующую петельку, второй, следующую, третий, четвертый, пятый и шестой. По кругу у нас семь столбиков без накида вместе с убавлением. И что мы делаем в семнадцатом ряду? Мы просто делаем три убавления подряд. То есть две передние полупетли захватываем двух первых петелек, провязываем столбик без накида, делаем сразу же убавление. Поворачиваем, захватываем две полупетли следующих двух петелек, провязываем столбик без накида. И последнее, третье убавление подряд. Снова провязываем за две передние полупетли. И вот так у нас получается по кругу 4 петельки или 4 столбика. Мы берем, вытягиваем ниточку, где-то сантиметров оставляем 15, можете чуть больше. В общем, нам нужна ниточка для пришивания. Поэтому отрезаем ниточку, оставляем для пришивания. Теперь вдеваем ниточку в иголочку и делаем точно такое же стягивание, как и на голове. По очереди одеваем все петельки снизу вверх, все 4 петли и вот так вот их стягиваем. То есть, чтобы нам было удобно пришивать ручку, мы стянем все петельки. А затем где-то вот так вот вытащим иголочку. Все, наши петельки стянуты. Вот такая получилась у нас замечательная ручка. Берем вот этот маркер, ниточку, которую мы вытаскивали, что я вам уже говорила, он не понадобится. Вот такие ручки, нам нужно 2 детальки. 2 ручки готовы. И теперь приступаем к ножкам. Ножки можно делать одноцветные, однотонные второго цвета. То есть, смотрите, можно в принципе сделать ножки полностью серенькие. Но, почему-то я захотела низ, дно, подошву где, сделать розовенькую. А сама ножка будет у нас серенькая. Поэтому я начну с розового. Нам нужно сделать цепочку из 6 воздушных петелек. Я закрепляю и набираю 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь во вторую петелечку, начиная со второй, я провязываю 4 столбика без накида. Первую петелечку, точнее, как во вторую от крючка столбик первый. В следующую петелечку второй. Далее третий столбик. И четвертый столбик. А в последнюю петельку я провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. Я при наборе первую петельку учитывала. Обычно первую петельку делают как бы начальную закрепительную. Но, если вы делали закрепительную еще, то у вас должно остаться еще одна петля лишняя. Поэтому я провязываю в последнюю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И поворачиваю. У нас сейчас будет подошва вязаться как на пинеточке, то есть овальчик. И вот провязав 3 столбика, мы поворачиваем. И продолжаем вязать в первую петельку после поворота столбик без накида. В следующую петельку второй столбик без накида. И в следующую, третий столбик без накида. Я параллельно завязываю вот этот кусочек ниточки, который у меня при наборе воздушной цепочки был, чтобы он мне не мешал. И в последнюю петельку я провязываю прибавочку, то есть 2 столбика без накида провязываю в одну петлю. Теперь нахожу первую петельку и в нее тоже сразу же провязываю прибавочку, то есть 2 столбика без накида провязываю в одну петлю. Теперь провязываю 3 раза по столбику без накида, 1 в следующую петлю, 2 в следующую петлю, 3 в следующую петлю, 3 в следующий столбик. Сделали подряд 3 прибавления и теперь провяжем 3 петли в каждую по столбику. Первый столбик, во вторую столбик и в третий столбик без накида. Теперь мы провяжем 2 подряд прибавочки, то есть в первую петлю 2 столбика без накида и во вторую, в следующую петлю 2 столбика без накида. Теперь мы начинаем ряд уже с прибавления сразу, то есть делаем прибавочку 2 столбика без накида, уже третий получается раз по счету. И провяжем теперь 6 столбиков без накида в каждую петлю по столбику. Первую петлю столбик, во вторую петлю столбик, в третью петлю столбик, в четвертую петлю столбик, в пятую и в последнюю, в шестую петлю провязали столбик без накида. Теперь делаем 2 подряд прибавки. В первую петлю 2 столбика и во вторую петлю 2 столбика. И теперь нам нужно провязать снова 6 столбиков без накида в каждую петлю по столбику. Один столбик, в следующую петлю второй, в следующую третий, в следующую четвертый, в следующую пятый и в следующую шестой столбик. Теперь делаем одно прибавление, то есть два столбика без накида в одну петельку и провязываем теперь один столбик без накида просто, а второй столбик без накида мы не довязываем. То есть смотрите, мы ныряем, захватываем рабочую ниточку на крючке две петли. И как я вам уже говорила, мы вот таким вот образом, делая вершину другим цветом, сменим цвет ниточки. Если вы вяжете однотонную ножку, то, соответственно, продолжаете просто вязать однотонным цветом. И теперь что я делаю? Смотрите, я беру, провязываю вот эти по кругу петельки, их у нас 22, если вы посчитаете, провязываю каждую из них за заднюю стеночку. То есть смотрите, я нахожу первую петлю за заднюю стеночку, если вы повернете, вот у вас косичка. Мы провязываем убавление за переднюю, то здесь мы будем вязать за заднюю. И сразу кладу две вот эти ниточки, то есть краешек серой нитки и розовой ниточки, которую я сменила. Я буду их параллельно уже завязывать в вязание. И теперь провязываю первый столбик за заднюю стеночку, второй столбик, третий столбик за заднюю стеночку, далее четвертый столбик, пятый столбик, то есть я просто провязываю за заднюю стеночку, шестой столбик. Я сейчас отрежу вот эти завязанные ниточки, чтобы они мне не мешали все абсолютно, кроме основной серой ниточки. Будьте осторожны, если вы отрезаете, чтобы вы не отрезали нужную вам ниточку. Розовый мне больше не нужен здесь, поэтому я его убираю и продолжаю вязать только серым цветом. Продолжаю вязать до конца, то есть по кругу, по кругу, только за заднюю стеночку. Вот, смотрите, мы начали отсюда, так по кругу я должна довязать полностью все петли за заднюю стеночку. То есть я сейчас делаю подъем ножки. Я провязала 22 петли по кругу за заднюю стеночку или по овалу, если быть точнее. Вот она у нас подошва, как на фенетке. И сейчас я провязала высоту первый ряд за заднюю стеночку. Теперь смотрите, у нас сейчас по счету шестой ряд. Вот с шестого по восьмой, то есть три ряда, нам нужно провязать по 22 столбика по краю. То есть смотрите, мы сейчас будем вязать стандартным способом за обе стеночки. Если мы умножим три ряда на 22 столбика, то есть 66 столбиков без накида нам нужно провязать. Я, начиная с первого, вот захватываю две стеночки и начинаю отсчитывать 66 столбиков. Если вам проще отсчитать три ряда в высоту, то, пожалуйста, вяжите. Итак, первый столбик, второй, далее третий, четвертый, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 62, 63, 64, 65 и 66. Все, довязали мы три ряда в высоту. И что мы теперь делаем? Мы убавление будем делать, то есть нам нужно придать ножки форму. Как вот у кеда есть мысок или у пинеточки, так мы точно и будем делать ножку. Смотрите, от начала мы сейчас провяжем 7 столбиков без накида. Просто подряд в каждую петлю провязываем один, в следующую второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Провязали 7 столбиков. А сейчас мы провяжем убавление сделаем, то есть за две передние стеночки провяжем столбик без накида. И в следующую петлю столбик без накида. Еще раз повторяем, делаем убавление за две передние стеночки, полупетелечки, столбик без накида. В следующую петлю столбик без накида. И еще раз делаем убавление просто. Столбик без накида мы не делаем, а сделаем подряд снова 7 столбиков без накида. То есть, как бы мы сейчас, получается, мысок сделали из убавления столбик, убавления столбик, убавления. И довязываем до конца 7 столбиков без накида. 1, 2 столбик, 3, 4, 5, 6 и 7. Довязали до конца ряда. Мы начали формировать посерединке мысок. Точно так же сейчас провязываем 6 столбиков без накида подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и снова сделаем мысочек. Мысочек сделаем убавление столбик, убавление столбик, убавление, то есть как и первый раз. Итак, начинаем, делаем убавление за две передние стеночки. Столбик в следующую петлю. Снова повторяем убавление. В следующую петлю столбик. И заканчиваем убавлением. То есть, как начинали, так и заканчиваем убавлением. Начинали мы с 6 столбиков, поэтому после убавления довязываем до конца ряда 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова сделали мы убавление для мыска. И теперь мы провяжем еще на один столбик меньше, то есть 5. Итак, начинаем. Первая, вторая петля столбик, третья петля столбик, четвертая петля столбик и пятая петля столбик. А убавление мы немножечко сейчас сделаем поменьше. То есть мы сделаем чередование убавления, столбик убавления. То есть мы не будем уже так делать несколько раз, а немножко, потому что у нас уже с каждым рядом уменьшается на 3 столбика, поэтому мы сейчас уменьшим всего на 2 столбика. Итак, провязываем убавление за 2 передние полупетли, в следующую петельку столбик и в следующие 2 делаем убавление. До конца ряда у нас остается 5 столбиков, поэтому довяжем до конца ряда 5 столбиков без накида. 1 столбик, в следующую петлю 2, далее 3, 4 и 5. Довязали до конца ряда. И теперь у нас всего по кругу 14 столбиков. Вот теперь с 12 по 17 ряд нам нужно провязать 6 рядочков по 14. 14, если мы умножим на 6 рядочков, то получается 84 столбика без накида. Я так и буду отсчитывать при вязании 84 столбика без накида. Мне так проще. И хотите, в принципе, можете отметить и 6 рядочков, просто маркер поставить. Ну, то есть как вам удобно, хотите, давайте поставим маркер. Хотите, можете отсчитывать 84 столбика. То есть тут уже дело ваше. Итак, в первую петлю первый столбик, во вторую петлю второй, далее третий, четвертый, пятый. Следующую петлю 6, 7, 8, 80, 81, 82, 83 и последняя, 84 столбик. Привытягиваем петельку и вытаскиваем маркер. Он нам пока не нужен. Я предлагаю вам сейчас на этом этапе наполнить ножку, хорошо придать ей форму. При этом приплюснуть нужно нам подошву. А вот здесь хорошо максимально набить мысочек и высоту ножки. После того, как мы наполнили ножку, теперь я вам предлагаю провязать убавление. Убавление мы будем вязать в начале ряда, то есть сразу делаем убавочку за 2 полупетли. Теперь провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И на серединке снова делаем убавление. За 2 передние стеночки я делаю второе убавление. И довязываю до конца ряда 5 столбиков без накида. Чтобы у вас наполнитель не вытаскивался, немножечко предлагаю его придерживать, если вы сильно тоже набили. Я набила немного сильно для того, чтобы сейчас при убавлении вытащить крючком. Ну то есть, чтобы уже не донаполнять, а просто вытащить крючком то, чем наполнено здесь. Теперь смотрите, нам нужно сейчас до убавлять, закрыть как бы это отверстие. Что мы делаем? Мы сейчас 12 оставшихся столбиков без накида по кругу, или 12 петелек, сделаем подряд 6 убавлений. То есть за 2 передние стеночки делаем сразу первое убавление, столбик без накида. Затем делаем за 2 передние стеночки второе убавление. Провязываем за 2 стеночки столбик без накида третье убавление. Четвертое убавление. Затем поворачиваем еще 5 убавление делаем. И последнее убавление 6. Все по кругу у вас осталось всего лишь 6 столбиков без накида. И мы берем эту петельку, привытягиваем, оставляем где-то сантиметров 15 для пришивания. И смотрите, я сейчас спускаю крючок вовнутрь и немножечко привытягиваю, чтобы мне сейчас уже не наполнять, а просто привытягиваю то, что у меня уже наполнено. И придаю хорошо форму. То есть я вот эту вот часть, где подошва, немножечко вовнутрь загибаю. Мы сок вытягиваю, все красивенько поправляю и снова вдеваю ниточку в иголочку и стягиваю вот это отверстие из 6 петелек. Собрали все петельки и вторую ножку делаем точно таким же образом. То есть точно такую же одинаковую ножку. Хотите, можете сделать однотонную. Ну то есть здесь уже включайте свою фантазию. Можно вот эти в принципе было подошвочки нашить тоже из фетра. Как я хочу латочку сделать. В общем, в принципе, в общем делаем две одинаковые, главное одинаковые ножки. И приступаем к вязанию ушек. Так как голова у меня розовая, я решила ушки тоже сделать розовенькие. Поэтому беру, делаю кольцо мигуруми розовым цветом, закрепляю его. И в колечко набираю 6 стандартных столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Придерживаю крайнюю петельку, стягиваю колечком. Стягиваю так, чтобы не было никакого отверстия и дырочек. Теперь вдеваю первую петельку крючок, кладу на нее краешек ниточки и делаю в каждую из петельчек 6 по прибавочке. То есть провязываю в каждую из петельчек по 2 столбика без накида. То есть как мы делали предыдущие все разы. Итак, первая петелька 2 столбика, вторая петелька 2 столбика, третья петелька 2 столбика, четвертая петелька 2 столбика, пятая 2 столбика и шестая 2 столбика без накида. Все, провязали в каждую петлю по прибавочке и третий ряд мы с вами провяжем в каждую из 12 петелек по столбику без накида. Итак, в первую петлю первую, в вторую далее во вторую петлю, в третий столбик, в третью петлю, в четвертую, в четвертый столбик, в пятую, в пятый столбик, в шестую, в шестой столбик, в седьмую, в седьмой, далее в восьмой, в девятый, в десятый, в одиннадцатый. И последний в 12 столбик или в 12 петлю в 12 столбик. Теперь делаю соединительный столбик в первую петельку и отрезаю ниточку, оставляю где-то сантиметров 12-15 для пришивания. Вот эту ниточку, которую я убирала по ходу вязания, я ее отрезаю, она мне не нужна, этот краешек. И вот этой ниточкой я вытаскиваю ее на изнаночную сторону, буду пришивать вот это ушко. Таких ушко тоже нам нужно две детальки. И осталось нам связать всего одну деталь, это мордочка. Берем ниточку белого цвета, кольцо амигуруми и снова в него набираем 6 столбиков без накида. Закрепили и набираем первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем петельку, стягиваем колечко плотно до того момента, чтобы не было дырочки. Теперь, как и в случае с ушком, мы в каждую петельку делаем 2 столбика без накида, то есть прибавочку. Параллельно я завязываю краешек ниточки. Итак, в первую петлю 2 столбика, во вторую петлю, в третью петлю, в четвертую петлю, в 2 столбика, в пятую 2 столбика и в последнюю прибавочку, в шестую петельку. 2 столбика без накида, в каждую из петель, по кругу у нас 12 столбиков. Если в случае с ушком мы провязывали эти 12 столбиков, то сейчас мы ставим ниточку вперед, то есть отмечаем начало ряда и делаем еще 6 прибавочек в ряду. Чередуем в первую петлю столбик без накида, во вторую петлю прибавочка, 2 столбика без накида. Снова в третью петельку столбик, в четвертую прибавочка, в следующую столбик, в следующую прибавочка, 2 столбика без накида в одну петлю, столбик, 2 столбика в одну петлю, в следующую петлю столбик, в следующую петлю, 2 столбика в одну петлю, столбик, 2 столбика. Все, мы прибавили к 12 петелькам еще 6, значит по кругу у нас 18 столбиков. Делаем соединительный столбик в первую петлю, вытягиваем краешек ниточки, где-то оставляем для пришивания, тоже сантиметров там 15, плюс-минус. Вот этот краешек ниточки, если вы не закрепили, закрепите и отрежьте. И смотрите, у нас получается вот такая замечательная мордочка, точнее кружочек пока. И мы мордочку будем пришивать внутренней стороной, то есть смотрите, та изнаночная сторона, которую мы всегда называем изнаночной, она у нас будет снаружи. То есть не вот эта сторона, где у нас кружочек, а вот эта, где пушистые такие волны, то есть внутренняя сторона. Как у вас немножечко, возможно, закруглилась, как у меня, так пусть и будет. Вот это и есть наша мордочка. Теперь смотрите, все детали готовы, нам осталось их только, что сделать? Шить, собрать. Для начала я предлагаю вам пришить к туловищу, определитесь, если у вас вот этот переход сзади, значит пусть он у вас будет сзади. То есть пришить к туловищу голову. Если же у вас сбоку здесь будет, допустим, ручка пришиваться, то вот так вот пусть и будет. У меня это будет шовчик под ручкой, потому что я считаю, что его там будет менее видно. И пришиваем голову к шее той стороной, где мы делали стягивание. То есть вот оно кольцо мигуруми, оно у нас будет макушка, затылочек. Вот так вот пришиваем голову к туловищу. Затем пришиваем по обеи стороны ножки. Вот так вот первую и вторую ножку. Затем пришиваем боковые части ручки и потом к голове ушки и мордочку. Там, где вы считаете нужным, чтобы было красивенько. А затем мы приступим уже к оформлению и к вышиванию глазок. Вот я собрала все детали игрушки. У меня с левой стороны будет аппликация. Пока, честно говоря, не определилась, какая она будет. Я вырезала из фетра вот такой вот ромбик. И хочу его пришить стежочками. Но, честно говоря, так как это девочки, то есть розовенькая игрушка для девочки у меня, я чего-то подумала, что можно сделать и цветочек. То есть вот так вот. В общем, пока я аппликацию не придумала, она у меня белого цвета такая, как и мордочка. И мне осталось лишь только, в общем, красивенько сделать и оформить личиком. Смотрите, мы с вами сделали вот такую вот детальку мордочки. То есть мне нужно ее пришить. Вот. Все красивенько должно быть у меня посерединке. И для того, чтобы придать как-то форму мордочке вот этой, именно носику этому, где будет располагаться, я решила немножечко по ходу, в общем, по ходу пришивания, я немножечко туда вот так вот засунула файбера, чтобы он у меня был как бы объемный. А затем при вышивании носика, такой вот черненький, здесь у меня будет стежочек, чтобы имела такой вот красивый вид и объемчик. Вышивать, в принципе, можно глазки, носик как акрилом черного цвета, так и хлопком, так и мулине. В общем, в принципе, здесь особой роли не играет. Я буду вышивать хлопком белой. Вот. В принципе, здесь осталось лишь только нам пришить носик, вышить глазки закрытые. И не забудьте, конечно же, за бусинку. То есть та бусинка, которая у нас на носике. Вот она, она у меня. И закрытые глазки вот так вот вышиваем. Здесь стежочек для носика. Пришиваем аппликацию по желанию. Можно завязать бантик. В общем, здесь уже включайте свою фантазию. И делайте все очень красивенько на свой вкус. Я надеюсь, что вам было все понятно, было интересно. Поэтому, конечно же, комментируйте. Не забывайте, оставляйте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.